Приветствую вас. Если говорить о вашем молодом человеке, то здесь, на мой взгляд, ситуация складывается таким образом, что мужчина просто-напросто боится ответственности, просто-напросто избегает его, просто-напросто она его, видимо, как-то дикатить, это ответственность мужчину вашему. И, соответственно, если она его, эта ответственность закатит, то он так и будет играть с вами в эту вот игру, то есть не отпускаю, да, это есть такая психологическая игра, она называется так, я приближаюсь, ты обдаляешься, я обдаляю, ты приближаешься. Вот. Как правило, это люди, которые в глубине души подразумевательно избегают, значит, избегают эмоциональной близости друг к другу, ну или вот мужчина избегает эмоциональной близости с вами. Ну вот. То есть она его спрашивает, с чем-то. Исправить эту ситуацию может только сам молодой человек, сам мужчина. Вот. К сожалению, больше исправить это не может за него никто. Но, к сожалению или к счастью, не знаю, потому что, ну, если бы это было, например, к сожалению, да, что тогда, наверное, ну, это печально, что люди не могут повлиять на решение, собственно, других людей. Да. Но, с другой стороны, именно же это и делает человека живащим человеком, как мне это представляется. Вот. И, на мой взгляд, именно это делает человека, ну, таким уникальным, интересным. И так далее. Вот, на мой взгляд, на мой взгляд, на мой взгляд, это является той церковь ценой, которую мы платим за то, чтобы вступать в отношении с людьми, а не с какими-то таланчиками или роботами. Во всей этой ситуации меня интересует следующий момент. Вы говорите, что у меня от этой истории мозг взрывается, вы пишите, что вам тяжело, что вы не знаете, как вам быть, и вот этого, и вы пишите, что ни туда, ни сюда, и в подвешенном состоянии, и так далее. Вот. Вот. Я здесь вижу довольно серьезную проблему именно с вами, с вашей самооценкой, с вашими, может быть, личными границами, и с вашими целями. То есть, с тем, чего вы сами для себя, собственно говоря, хотите. Вот. Потому что, видите ли, какая штука. Молодой человек, у него есть, ну, у него свои проблемы, у него свои сложности, у него свои трудности, у него свои, может быть, задачи, у него свои цели. У него все свое. Короче, кого-то. Но это выбор молодого человека, как жить. Это его решение, так жить. И то, что он не может определиться, это исключительно его проблема. Понимаете? То есть, вы на эту проблему повлиять не можете никак. И исходя из этого, исходя из этого, самое лучшее, что вы можете сделать, это не помогать молодому человеку определиться, потому что до него этого не сделает никто. Если вы будете ему помогать, то, ну, в буквальном смысле слова, помогать, то это не будет тем свободным выбором, который вы, наверное, хотите. Чтобы он сделал, если вы хотите, то это был свободный выбор молодого человека. Вот. Нужно здесь просто сместить акцент. Вы говорите о нем. Вы говорите о том, чего хочет он. Вы говорите о его желаниях, да, о его проблемах, о его трудностях. Но как же вы? Во всей этой ситуации, как же вы? Какие у вас желания? Какие у вас цели? Какие у вас взгляды и попрередности? Вы себя считаете достойной той ситуации, которая сейчас происходит? Вы себя считаете достойной того, что мужчина, вот он так себя сам ведет? Понимаете? Понимаете ли вы, что это и ваша проблема тоже, что мужчина себя так с вами ведет? Ваша проблема только заключается в том, что вы испытываете негативные последствия от этого. Ваша проблема заключается в том, что вам от этого тяжело. Но вы говорите, что это он вводит вас в это состояние. А на самом деле это вы вводите себя в это состояние. Это вы сами для себя создали такую ситуацию, что вы, взрослый человек, зависите от решения другого. Но как это стало возможным? Почему это стало возможным? Если вы любите его, вы можете сказать, да, я его люблю. Я люблю твоего мужчину, я хочу быть с ним. Любовь – это одно. Хочу быть с ним – другое. Если вы любите человека, и вы видите, что мужчина явно не может определиться, значит, дело здесь совсем не в том. То есть, если вы видите, что молодой человек не может определиться, ну вот, значит, с тем, как он видит ваши отношения. Если вы это видите, если вы видите, что он не может определиться. Значит, в случае, если вы любите его, вам нужно принять. Просто принять его профессию. То вот она у него позиция такая. Она у него позиция такая, что он сейчас не может определиться. И, соответственно, его нужно с этой позиции оставить. Просто оставить с него. Ну, то есть, ему, очевидно, тяжело, ему, очевидно, сложно находиться с вами в отношениях. Да? Ему тяжело и сложно. Ну, так это значит, что его нужно оставить. Просто оставьтесь его. Позвольте ему быть собой. Позвольте ему самому принимать решения. Но заметьте, что вы этого не делаете. Заметьте, что вы не можете оставить его. Заметьте, что вы не оставляете его. Заметьте, что вы говорите, как ему помочь, что мне сделать и так далее. Вот в этом ключевой момент, на самом деле, в этом ключевой аспект, что вы, как бы, вовлечены в другого, личные границы, личные границы, между вами нарушены. Знаете, какая история? И вот то, что между вами личные границы нарушены, то, что вы чересчур стали зависеть от него, это и является серьезной проблемой. А вот почему вы стали чересчур сильно зависеть от него, это уже куда более важный вопрос. Потому что здесь, как правило, идет, ну, в первую очередь, как я уже сказал, занятие на этом оценках. Ну вот, страх быть одной, страх, что бросит, значит, потребность в любви, во внимании, непринятие себя, такой, какая вы есть, и так далее. И вот все эти важные аспекты, которые идут, в том числе и с детства, да, они нуждаются в выявлении, в корректировке и, соответственно, в обращении на пользу. То есть, вы сейчас стремитесь к слиянию с молодым человеком, то есть вы хотите с ним слиться, вы хотите быть единым целым, вы хотите, чтобы мужчина определился, дабы вам, ну, чтобы мужчина определился за ваше будущее. Но сами-то вы что решаете? Сами-то вы за что ответственность несете? Ведь несете же за что-то вы ответственность. Так вот и подумайте, за что вы несете ответственность в своей жизни и в этой конкретной ситуации. Дальше, значит, так, я его не понимаю, пишите вы, а себя, себя вы понимаете? То есть, как бы, вы хотите понять другого человека, но чтобы понять другого человека, нужно сначала понять себя. Так вы себя понимаете, свои цели, прежде чем понимать другого, от его недосказанности у меня уже мозг взрывается, потому что, опять же, вы на него переведете ли все ответственное для себя. И не встречаете, и не свободны. Ну, однозначно, что вы не встречаете. Знаете, как бы, встречание, да, пакт встречания, это, ну, что-то такое, знаете, постоянное. Это постоянная величина. А то, что происходит сейчас, между вами, это точно не встречание. То есть, мужчина в этот момент может совершенно спокойно вам изменять. Мужчина в этот момент может совершенно спокойно делать какие-то вещи, которые, может быть, вы и, ну, и не приняли бы никогда, если бы узнали об этом. Понимаете? Мужчина совершенно спокойно может это все делать. Просто потому что. То есть, это для него, по сути, это для него, по сути, дел, ага, значит, такая, ну, ладейка. Осознанная ли, неосознанная ли, скорее всего, неосознанная ладейка для того, чтобы быть свободным. Подумайте, подумайте, какую выгоду вы оба получаете от этой ситуации. Вы получаете такую выгоду, что ничего не решаете сами в своей жизни. А мужчина получает выгоду в виде свободы. Опять же, в своей жизни. Вот и по факту и происходит такая история, что каждый из вас, каждый из вас, получает вот это, то, что ему нужно. Вы стремитесь переложить ответственность себя на другого, а мужчина стремится к тому, чтобы не быть в эмоциональной близости с женщиной. Потому что он ее боится. Либо не хочет брать ответственность, либо что-то еще. Понимаете? И вот в том, что вы получаете выгоду, и нужно закрепить свое внимание. Ведь если вы, смотрите, если вы примете решение в этой ситуации на себя, и решите для себя, что мне такой неуверенный в себе мужчина как бы не нужен, да, ну вот вы примете такое решение, что мне нелешительный мужчина не нужен. Что все, ситуация сразу станет понятной. И это простимулирует вашего молодого человека что-то сделать. Это простимулирует мужчину каким-то действием, каким-то поступком, каким-то решением. Понимаете? Это его простимулирует, а то он не боится вас потерять. А мужчину нужно стимулировать. А вы своего мужчину не стимулируете. Когда вы говорите, что вы пытаетесь, когда вы спрашиваете, как ему помочь, вы, к сожалению, в этот момент выступаете для него мамой. То есть вы для него по факту родитель. Вот. А родительская позиция, к сожалению, это не то, что мужчина воспринимает хорошо. Любой, любой мужчина. То есть пусть он даже, вот, знаете, пусть он даже говорит вам, что, ну, что любит вас, он действительно вас любит. Пусть он даже говорит, что ему с вами хорошо, ему действительно, может быть, с вами хорошо. Я не говорю, что ему с вами плохо. Я говорю, что у вас ситуация складывается так, что в том, что между вами происходит, да, ключевой, ключевой момент, ключевую роль играете, пока вы, а не он. Причем вы играете ключевую роль именно и только за обоих. То есть вы не играете эту роль только за себя, например. Вы за обоих эту роль играете. И вот подумайте, это хорошо? Хорошо ли такое разделение, разделение ваших, ну, я не знаю, Хорошо ли то, что вы так распределяете свои роли в отношениях? Хорошо ли это? На мой взгляд, нет. А как думаете вы? Как думаете вы? Что вы думаете по этому поводу? Вот то, над чем вам стоит подумать. Дальше. Значит, опять же, от него неопределенности. Это не его неопределенность, это неопределенность. Но вообще, как вам быть в такой ситуации? В этой ситуации вам нужно принять для себя одну простую достаточно истину. Что вы одна. То есть если мужчина нерешительный, то вы одна. На такого мужчину нельзя полагаться, на такого мужчину нельзя надеяться. Никак. Абсолютно. На этого мужчину нельзя рассчитывать. То есть вы уже одна. Фактически. У вас есть некая иллюзия, что вы не одна. Да, у вас есть такая иллюзия, что вы не одна. Но в действительности вы, к сожалению, одна. Почему? Потому что мужчины рядом нет. Потому что мужчина такой вот нестабильный. Сегодня он есть, завтра его нет. Сегодня он есть, завтра его нет. Сегодня он хочет, завтра он не хочет. Сегодня он с вами. Да, пронюс с вами. Так что это означает ничего, пустоту. Если на человека нельзя полагаться, то это означает пустоту. И если это пустота, значит вы одна. А это значит, что если вы одна, значит только вам и нужно принимать решение. И потому примите это решение сами. Как вам лучше? Как вы считаете, вы встречаетесь или свободны? Если встречаетесь, просто примите его позицию и ждите. Ждите его. Надеюсь, что он к вам вернется. Если вы считаете, что вы свободны, то ведите себя так. Ведите себя так, как будто вы свободны. И все. Понимаете? Потому что иначе вы в своей жизни так и будете слушать интересы других людей. Не своих, а других людей. И где вы окажетесь в таком случае? Просто подумать самое. Далее. Как вам помочь ему определиться? Я думаю, что самая лучшая помощь в определении мужчине, самая лучшая помощь будет то, что вы сами поймете, что вам нужно. Сами поймете, чего вы хотите. Вот это будет самое-самая лучшая для него помощь. Потому что как только вы поймете, чего хотите вы, как только для вас станет понятно, что нужно вам, то мужчина тут же, тут же сделает свой ответный шаг. То есть, если он, грубо говоря, настроен на то, чтобы отношения с вами все-таки выстраивать, если он все-таки хочет с вами отношений, то мужчина сделает шаг вперед. Ну, шаг по направлению к вам, грубо говоря. Если мужчина не настроен на отношения с вами, то и, соответственно, вы для него будете, ну, кем-то вроде, знаете, предателе, кем-то вроде того, той, кто бросил его, ну, мужчина, я имею в виду. Вот. И все. То есть, по факту, по факту, определиться ему поможет ваша четкая позиция. И может быть, я этого не утверждаю, но может быть, в такой неопределенности его привела ваша же нечеткая позиция. Потому что мужчине может быть нужна девушка, которая знает, чего она хочет, а вы до конца не знаете, чего вы хотите. И из-за этого мужчина тоже не знает, чего он хочет. Зачем он так со мной поступает и не делит, и не отпускает? Ну, понимаете, здесь ответ на этот вопрос зависит от того, насколько вы приняли что-то, я говорил перед этим. Не случайно я оставил этот вопрос напоследок, хотя он и в тексте звучит у вас последним. Дело в том, что мужчина относится к вам так, как вы относитесь к себе. То есть, как вы позволяете к себе отношиться к другим людям, так другие люди к вам относятся. И если мужчина погружает вас в неопределенность, значит, это вы сами себя погружаете в неопределенность. То есть, по сути дела, речь идет о переносе. Вы переносите на мужчину то, как вы относитесь сами к себе. Вы переносите на мужчину то, как вы воспринимаете жизнь. Вы переносите на мужчину то, как вы видите свое будущее, свою жизнь, свою ответственность и так далее. И, собственно говоря, это и является ответом на ваш вопрос. То есть, я бы на вашем месте поменял бы заголовок вашего текста. Я бы вместо того, что вы пишете мужчина, значит, не может определиться, да, причем вы пишете парень, парень, как бы, да, парень не может определиться. Так вот, вместо этого я бы сказал, что это вы. И вы не можете определиться с тем, чего хотите. И вопрос заключается в том, почему и какие выгоды вы от этого получаете. Рекомендую вам на эти темы подумать. И все-таки больше брать контроль именно за свою жизнь. Потому что она у вас одна, живете ее вы, и, соответственно, только вы забудетесь о своем счастье. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.